Разработка научно-исследовательской группы предназначена для домашних и сельскохозяйственных животных. Она была запатентована еще в декабре 2023 года. Уникальность в том, что покрытие на рану обладает не только ранозаживляющим, как уже существующие варианты, но и антимикробным и противогрибковым действием. Такой результат был получен за счет введения химиками синтезированного антимикробного агента, который убивает вредные для организма патогены или полностью останавливает их рост, создавая неблагоприятную среду для размножения бактерий. Наше покрытие на рану может быть применено для открытых ран. Его новизна заключается в том, что помимо самой губки метуракола, в которой уже включен в состав метилурацил, который эффективен для заживления ран, мы добавляем наш антимикробный компонент. То есть, понятное дело, что есть открытая рана, туда однозначно попадает инфекция бактериальная либо грибковая, и вот этот наш компонент помогает с ней справиться. Ну, над проектом, как правило, мы работаем в течение всего учебного года. То есть, конкретно этот проект мы разрабатывали примерно год-полтора. То есть, от идеи и до реализации, до написания патента примерно такой промежуток времени. Покрытие на рану может быть использовано как при лечении небольших травм, так и в хирургической практике. Принцип работы таков. Активное вещество вводится в коллагеновую трубку, предназначенную для покрытия ран, которая содержит в своем составе лекарственное средство, ускоряющий процесс регенерации клеточной ткани. Синтезированный комплекс широкого спектра действия уничтожает грибки, грамм положительные и грамм отрицательные бактерии, что позволяет существенно сократить сроки заживления ран у животных. Интерес именно нашего изобретения заключается в том, что мы синтезировали, разработали собственную такую композицию активных веществ, которая на данный момент не принимается в каких-либо лекарственных препаратах, либо покрытии на ранах. Дело в том, что к известным как антибиотикам, так и дезинфицирующим средствам, антисептикам, у микробов, у бактерий, в частности, может выработаться устойчивость, то есть резистентность. В связи с этим научное сообщество всегда должно разрабатывать новые соединения, проверять их активность и внедрать уже новые соединения, для которых у бактерий нет резистентности. При этом запатентованное покрытие на рану не содержит известные антибактериальные препараты. Это важно, поскольку многие бактерии устойчивы к распространенным антибиотикам. Возможно, конкретно это изобретение тоже однажды дойдет до конечного потребителя, но здесь важно отметить, что это требует огромное количество как инвестиций, так и времени, банально, затрат. Поэтому, может быть, хотя бы для ветеринарии мы это и увидим. Обязательно нужны дополнительные проверки. Сейчас были привезены исследования на крысах, поэтому, понятное дело, если мы хотим в ветеринарии его использовать, нужно расширить число и виды животных для дальнейших исследований. В дальнейшем научно-исследовательская группа планирует расширять линейку соединений, которые обладают антимикробной активностью, и разрабатывать новые фармацевтические композиции. А изобретенному покрытию еще предстоит пройти дополнительные испытания до появления в ветеринарных клиниках и зоомагазинах. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.